приветствую всех на канале божениты омская область с вами я ведущий влад зрители канала спрашивают интересуются привет как молочным бизнесом как он выгодно не выгодный как он устроен и тому подобное сегодня я покажу несколько зарисовок нарезок значит из нашего молочного бизнеса расскажу выгодно или не выгодно попробуйте посчитать кому это как мы сегодня повезли часть моей продукции по заказчикам по магазинам часть конечно молока мы сдаем сырьем в определенные дни а часть молока развозим значит по торговым точкам если развозить то значит средняя цена на молоко получается 30 рублей у нас сдают молоко сырьем я не точно не знаю мне кажется по 12 рублей сейчас было 14 сейчас цена варьируется чуть выше или чуть ниже и в общем сидели считали я то не считаю меня жена этим делом занимается считает получается что корова дает доход ада корова в год около 90 100 тысяч сейчас скажет сколько ты считал это корова дает в год или если развозить что ты же будем дальше исходить берем молока с собой столько сколько заказывают потому что если взять больше молоко останется тетрапаки одноразовые промыть их после молока невозможно в общем покажем одну сторону медали молочного бизнеса я вам так скажу что молочный бизнес очень тяжелый и сложный очень сложно устроена логистическая вот эта вот вся структура нужно постоянно контактировать заказчиками то что мы и мы являемся поставщиками и получается так что хочешь ты или не хочешь раз уж заключил договор то нужно поставлять свою продукцию независимости от времени года независимости от погоды сломалась у тебя машина не сломалась здоровые ты или нет все равно вести вести по своему заказчику продукцию необходимо так что поэтому приходится ездить не на одной машине а на двух а если сломалась даже одна и другая все равно нужно будет вести нанимать такси деньги мы за продукцию не всегда получаем иногда получается что перечисляет на карточку иногда оставляем в долг потому что у магазинов свои поставщики они рассчитываются с кондитеркой с мясниками кто возит продукцию очень менее все так просто со стороны кажется все легко и просто сейчас мы обдадим часть продукции сейчас мы обдадим часть продукции сейчас здесь как может и за день продаться праздничком спасибо так прям ящик да на двери он напротив стоит молоко скоропротивший продукт и летом с ним очень сложно нужно проблемы с охлаждением с перевозкой все должно быть своевременно привезено остатки забраны то есть возврат бывает иногда специальная камера нужна для перевозки для охлаждения либо укрывается все это молоко такой продукт очень сложно ну спрос зависит от покупательской способности населения если у народа есть деньги они конечно ходят в магазин покупая но вообще зависит от времени года конечно летом молоко берут гораздо лучше получается когда наступает жара если лето жаркое народ бежит в магазин за кондитерскими изделиями изделиями там прянички булочки дети приезжают к бабушкам к дедушкам летом берут потому что закрываются садики школы привозят внуков и поэтому берут молоко понятно в общем в молочном бизнесе очень много нюансов так не ко всем магазинам хороший подъезд есть асфальтированный есть такие магазины что приходится пробираться ползком туда только на газели можно проехать тем более в этом году дождливая весна и лето дождливое но по старому стилю у нас лето только началось выходной день день россии а у молочного бизнеса выходных нет мы работаем корова уже дается каждый день зрители спрашивают почему ты не показываешь как ты перерабатываешь свое молоко не свое молоко коровье молоко расскажи про переработку не хочет говорить значит отвечу за нее по поводу переработки молока мы с переработкой молока особо не заморачиваемся кому показывать ну кому молоко девать некуда те конечно его сепарировать перерабатывает там на молоко творог или сыр делают нам проще и выгоднее сдать скупщику вынес молоко все они его забрали в конце месяца деньги получили часть реализовали по торговым точкам ну конечно иногда сепарируем когда постоянным заказчиком у нас тут есть иногда за осталось там ерунда в один магазин отдать и все мы будем свободны еще один и все по и все и и и и чуть-чуть остатки отдать вот можно не трудно посчитать наш доход на сегодняшний день четыре ящика и часть мы тут нам сметана творог она отдала заказчику специально там что они там делают со сметаной масло и лечу часть не кладали вот калькулируйте такая такова и так приходится ездить через день молоко скоропотящийся продукт граните очень сложные проблематично так что смотрите на бизнес сами своими глазами я показал что есть насчет молочного бизнеса все поняли считайте думайте смотрите это одна сторона медали а другая сторона медали держать коров и не имея своего корма заготовительного оборудования это невыгодно одно дело реализовать продукцию другое дело заготовить корма для животных как я буду заготавливать корма для животных ближайшее время начнем подготовку по косу я буду все показывать и рассказывать подробно подписывайтесь на канал пишите комментарии задавайте вопросы кто подписался не забудьте нажать на колокольчик всем пока